привет зритель к новому году даже я готов этот раз 30 декабря меня гонял черт ваша на я решила обозреть что я купила давно вообще не обозревала мне как бы тут задарили монетку я очень хотела одну штуку на меня стабильно душила жаба и мне так сказали что типа ну вот вместо подарка может за что-то захочется купить и ну часто я покажу не то что я вот конкретно бы хоть хотела купить на душу на жаба мне на самом деле очень хотелось головку сыра как то я купила месяца два назад одну головку сыра на которую два года смотрела думала хотеть не хотеть в итоге купила думаю лучше сделать и жалеть чем не сделать и жалеть и лучше сделать и жалеть коту этот сыр не особо понравился мне тоже как-то не особо в итоге он у меня в морозилке пролежал так частично я его терла там во всякую еду но другой сыр я пробовала знаю поэтому я хотела головку сыра к тому же он был что-то по скидке и как то головка сыра даже в килограмме была дешевле чем допустим на развес но тут у меня салями мелкозернистая сыр копченая так вкусно пахнет аж через упаковку я еще так есть дико хочу учитывая что я сегодня чё-то как-то ну в общем два раза только ела еще тут 49 рублей 55 копеек 66 грамм цена колбасы 750 рублей 80 копеек вот тут такая вот нарезочка самый раз тут сейчас бутербродик скомячить но я приличненько так поем смысле не только бутербродик и на завтра как раз потом я чё-то тут на скидки попала чек-то у меня вообще где моя рукавички не достала на батарею коще положить будет потому что они как бы слегка там у нас такая метилюга туда ехала ну немножко так было снежка сейчас обратно вот такая конкретная метилюга такая конкретная зима 30 декабря прям зима то все по-моему оно 37 рублей стоит но у нас иногда подобное молоко тоже по скидке магните бывает оно до 5 января 27 декабря сделано 3 2 процента жирности я обычно менее жирная беру но в принципе более-менее свежая была вот это и я так думаю чё мне в магнит заходить а тут куплю тому же у нас магните такое часто уже два раза попадалось а что молоко позапрошлого века вообще практически но очень древние либо его отсутствие какой-то кефир за 25 рублей он стоил скидка кефир по-русски то есть тут такая вещь что не поймешь то ли это уда то ли алуга то ли короче что-то такое молочная а вот авида по-русски тут написано а то я думала что я всегда думала что это на ингрише ну смысле латиница и это окажется по-русски авида научный комбинат авида белогородская область старый оскол северная промзона вообще россия короче у нас тут изготовлено с цельного молока с обезжиренного молока с использованием закваски на кефирных грибках он живет до завтрашнего дня я у меня было два варианта купить кефир заморозить потом сделать творог или кипи купить кефир и просто его выпить в общем я его захомячу сегодня завтра как раз успею тут у нас по-моему литер один а он вообще однопроцентная что не глянула сколько там процентов то было я глянула единичку и думала что это литр а ну тут килограмм я купила себе масло еще другое масло хотела но я посмотрел ну смысле другую там был за литр за четыреста сорок точнее пол литра за четыреста сорок рублей 298 с копейками за в два раза меньше но так как пол литра до апреля или марта вообще-то следующего года думаю во первых оно как-то ну уже не слишком свежее во вторых даже без скидки потому что еще и не слишком свежее думаю я эти пол литра вряд ли удела за четыре месяца я решила пока ограничиться стаканчиком ну 250 миллилитров срок годности 24 месяца до ноября 21 года но вполне себе доживет это у нас кунжутное масло первый холодный отжим сыродавленная нерафинированная русско на озоне эта русская чуть подороже я на него давно смотрю я его вообще хотеть и тут я все-таки купил так ну и конечно не обошлось без фруктов на завтра хоть у меня есть бананы которые вообще в морозилку я тут сунула месяц у меня лежали бананы я про них забыла просто что-то один зеленый один желтый надо хоть достать чек глянуть почем эти бананы все это у меня вообще вышло на тысяча 214 рублей 40 за копейки и закупилась и на новый год и просто так и и может быть даже на месяц вперед бананы весовые 54 99 376 грамм 20 рублей 68 копеек мандарины 4 штука я помню что мне такие нравятся мандарины они возможно костлявые но чаще всего они сладкие у них такая шкурка отделяешь а там еще место долькам идет они по 99 по-моему были до 99 рублей 99 копеек 4 мандарины 4 мандарины 632 грамма офигеть 63 рубля 19 копеек называются клементина я даже не знала что у них отдельное название какое-то вообще там три вида мандарин я таки купила я нашла маленькую пачечку масла я еще еще никак не сделайте прянички вот я мясо там поставила лосиное варить сейчас вот этот ролик запишу еще один там ролик надо будет тоже сделать сегодня смонтирую и пойду делать эти прянички ну после того как поем тут у нас эко-милк 82,5 процента жирности масло сливочное высший сорт 100 грамм руб 100 грамм 100 граммовая пачка 72 по-моему рубля сейчас найду общее масло-то где масло-масло-масло-масло 72 рубля 30 копеек что-то она типа по скидке шло я увидела такая маленькая пачечка 100 грамм думаю какое счастье 100 грамм там не потому что на масло 60 или около того грамм ну 40 грамм то я куда-нибудь пущу 180 много 125 я не видела пачечку тут 100 граммовая пачечка люди вообще шикарно так я сейчас творог какой-то по скидке взяла он до 1 января двадцатого года в общем я его как раз хотела очень хотелось творога сегодня завтра ой так я сейчас наверное себе творога свояю мне даже не надо что-то запариваться с едой сейчас себе вареньком залью этот творог и захомячу в общем тут у нас 5 процентов жирности козельский живой творог и я думаю а я вот этот кефир я думала что этот кефир тоже козельский а там на другой смотрела кефир но он был без скидки я что-то так думала купить еще что ли эту штуку а потом увидела творожок козельский все хотела попробовать по-моему я пробовала какое-то молоко козельское когда-то сколько тут 200 грамм 33 рубля по-моему он стоит мне кажется нормальная цена для творога обычного 5 процентного творог 200 грамм 33 рубля но он там шел типа как скидка потому что он скоро умрет я купила себе штуковину меня как-то такой угостили я делала очень вкусный салат и я решила что я на новый год сделаю себе такой же салат я специально сегодня сварила фасоль сделала сухарики там у меня чеснок есть сыр купила еще там был плавленый такой ну думала то ли плавленый то ли нормально купить но вот тут меня поздравили я решила что я прям обязана эту головку сыра купить ну короче в общем я сделаю себе завтра салатик там можно было выбрать там были большие я думаю а что мне эта большая я ее не съем она у меня помрет я вот увидела маленькую а потом в одном месте увидела в другой части прилавка точно такую же примерно маленькую это у нас оказывается китайский салат я думала что это айсберг я его даже купить обозвала айсбергом я видимо их путаю этот китайский салат 60 рублей 30 копеек за килограмм 358 грамм эта штуковина вывесила 21 рубль 59 копеек да и кунжутное масло 298 рублей 10 копеек что я тут еще то говорила но не показывала молоко ровно 37 кефир ровно 25 я увидела какие то бананы бананы мандарины они были с листиками мне что то так прикололо мандарины с листиками они какие то дофига дорогие видимо потому что с листиками мандарины с листочком 173 рубля 40 копеек за килограмм 402 грамма 55 рублей 23 копейки офигеть и еще одни мандарины они какие то дофига дешевые я выбирала помягче но они как бы крепкие но по сравнению с тем что там было это еще мягкие тут тоже 4 штучки сколько с листочком а с листочком у меня аж целых 5 штук просто такие вот именно красивые были именно 5 штук остальные какие то были уже но не такие или листочки обглоданные или мандарины покоцанные так мандарины лесовые 49 рублей 99 копеек грубо говоря 50 без копейки 390 грамм 19.50 и то из за чего я вообще туда ломанулась целая головка это сыр я что-то к нему так прониклась к этому сыру он у нас 30 сентября сварен и упакован потом и потом совсем захреначен 30 октября и годен он у нас до 26.07.20 года тут 991 грамм чуть меньше килограмма 110 калорий на 30 грамм 4,4 процента от общей нормы 4 человека вот сейчас я скажу самое интересное что я его неделю назад видела по 548 что ли но мне что-то так было всего тяжело тащить а потом думаю килограмм я же его столько не сожрет но я думала можно будет там половину в морозилку сунуть и потом уже тереть когда в какие-нибудь макароны в какой-нибудь салат еще куда-нибудь где-то там мой сырок в общем сейчас он идет в Ашане 524 рубля за килограмм мне вышло на 519 рублей 28 копеек вот за практически килограмм без 9 грамм там можно допустим какой-то кусок сыра за 200 ну 200 грамм этого же ламбера уже отрезанный купить вот где-то за ну ну 2 куска сыра короче на развес он идет дороже чем вот тут оооо как давно я головку сыра в руках не держала это конечно не маус но головки маусы где-то по 700 грамм были они поменьше тот который я покупала маджирок он раза в 2 меньше был тут все равно головка сыра я так подумала я же в год мыши оказывается и будет год мыши и у нас как постит с историями или как они там сейчас называются в контактике то примерно то же самое как в инстаграм крещатками короче в общем моя внутренняя мышь будет довольна и мой кот который даже не мышь тоже будет доволен этим сыром в общем еще раз повторю 1214 рублей серой 2 копейки я там оставила вот такой у меня обзор предновогодней еды теперь к новому году я можно сказать готов осталось столько приготовить там оставшееся и доварить мясо лася и сварить еще свиной язык который я вчера купила всем спасибо за просмотр всех с наступающим пусть не раздавит всем пока 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 не забывай не забывай не забывай